В этот волнительный и торжественный день с ним самые близкие. Семья, друзья, коллеги по работе. Некоторые из присутствующих знают Владимира Гриневича очень давно. 15-16 лет начиналась вся наша история совместного творчества в далекой Самарской губернии, в городе Тольятти. С тех пор много воды утекло, как это ни удивительно, но мы постоянно, несмотря на то, что работали в разных организациях, постоянно пересекались. Так или иначе. То есть вместе мы за это время сняли, наверное, очень много. Начав свой творческий путь в Самаре, продолжил его Владимир уже в Москве. Видя оператором таких федеральных каналов, как Первый и НТВ, он объездил весь мир. Был и в горячих точках планеты. Несколько командировок на пылающий Донбасс и сражающуюся Сирию. В одной из командировок в Сирии, в Дамаске, была ситуация, когда мы на одной из улиц попали под шквальный огонь. Боевиков. Пришлось какое-то время укрыться, посидеть за углом. После чего сопровождающий нас спецназ, сирийский, прикрывая нас, он сказал, чтобы мы выходили из этой опасной зоны. В ситуации, когда действительно какой-то бой идет, там не думаешь об этом, там просто-напросто, просто бежишь. Бежишь, 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 бежишь. Вот в этом бронежилете наш коллега Владимир Гриневич избегал весь горящий Ближний Восток, ну и, конечно же, Украину. Куда без этого? Надо сказать, что он весит 16 килограммов. Я в нем ухожу всего 5 минут, но я уже устал. А вот напульсник, который подарил ему лично его друг, сирийский солдат, защищавший Алеппо. Как сказал Володя, носят они эти напульсники на автоматах Калашникова. По словам Володи, риск – это та цена, которую он готов ежедневно платить за счастье, заниматься любимым делом. Ведь работа в новостях – это возможность быть в центре самых разных событий, своими глазами видеть другие страны, континенты, первых лиц, наблюдать, как на твоих глазах творится мировая история. Самые знаковые репортажи, снятые Гриневичем, транслировались на плазменных панелях историко-культурного центра. Смотрите, какие репортажи. Они ведь известны. Я вот смотрел сейчас, я помню этот репортаж в одном из выпуска новостей программы «Время». Там действительно тогда встал актуальный вопрос, как соединить Крым с материковой частью России. Самый трудоемкий процесс сейчас идет на стороне полуострова. В Керчи, прямо на берегу, собираются доходные арки. Это самые прочные, масштабные, сложные и, конечно, самые эффектные части моста. Ольга Паутова, Владимир Гриневич, Александр Камарцев, Первый канал, Керчь. Помимо Украины и Сирии, в портфолио Владимира работы из Арктики, Дальнего Востока, Сочи, Москвы, Финляндии, Венеции, Индонезии, Египта и Ленинского района. Ведь Владимир Гриневич живет в Видном и сотрудничает с нашим телеканалом. Когда Владимир ворвался в наш творческий коллектив и привнес какую-то свою необыкновенную творческую жилу, какой-то необыкновенный задор, и я всегда говорил и повторяю, и буду повторять, что телезритель видит то, что происходит в этом мире, он видит все глазами оператора. Посмотреть на мир глазами телеоператора и фото художника Владимира Гриневича в Историко-культурном центре можно в любой день, вплоть до 31 августа. Илья Кремнев, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ.